В опубликованный рейтинг ЮЭС 2017-2018 годов вошли 24 российских вуза. Казанскому федеральному университету удалось занять свои позиции в 9 предметных рейтингах. Одним из них является направление лингвистика. И если в прошлом году оно находилось в позиции 151-200, то в этом году направление лингвистика не только закрепило свою позицию, но и продвинулось в рейтинге, заняв место 101-150. У каждого своя история вхождения в данный предметный рейтинг. Естественно, что наши гранды, такие как Московский и Санкт-Петербургский государственные университеты, их история более давняя, более серьезная. И их стартовые возможности действительно были более мощными, чем у нас. Так оно и есть. Нас сравнить трудно. Мы в достаточно разных писовых категориях. Но тем не менее мы достаточно успешно конкурируем и с нашими грандами тоже. У лингвистики есть хороший исторический задел. Это наследие Казанской лингвистической школы, которая была заложена великим предшественником Иваном Будуэном де Картане и его соратником Василием Богородицким. Мы уже много лет достаточно серьезно работаем над тем, чтобы продвигать дальше бренд Казанской лингвистической школы. Здесь нам серьезно помогает и Республика Тарстан, в частности, государственная программа Республики Тарстан по сохранению и развитию языков с 2014 по 2020 год. Огромный вклад в результаты рейтинга внесла и Высшая школа русской зарубежной филологии. Ведь ее коллектив – это ученики, последователи, известные всему миру Казанской лингвистической школы. Коллективом Высшей школы русской зарубежной филологии была проведена огромная работа. Мы подвергли критике те научные темы, которыми занимались наши преподаватели. Эти научные темы были для нас очень интересны, но они были интересны только нам, российскому сообществу. А нужно было найти такие темы, которые были бы интересны международному научному сообществу. Так было принято решение использовать принцип интегративного подхода к научным исследованиям. Этот принцип был провозглашен еще родоначальниками Казанской лингвистической школы. Тогда они впервые соединили лингвистику с математикой, медициной, психологией, заложили основу на эролингвистике и психолингвистике. Продолжая их традиции, Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого тоже стал выдвигать такие научные направления. Это квантитативная лингвистика, клиническая и компьютерная лингвистики. Здесь помимо лингвистов привлечены врачи, физиологи и другие специалисты. Целый ряд направлений, на которые мы сделали ставку. И видимо эта ставка сработала, мы по крайней мере можем делать такой вывод. Во-первых, как показывает практика, наиболее интересна мировому сообществу публикация именно в этих пограничных направлениях, на стыке различных наук. Преподаватели Высшей школы русской и зарубежной филологии работают на базе Республиканской клинической больницы. Мы занимаемся проблемами больных детей, взрослых больных, которые потеряли в результате каких-то травм, катастроф, речь. И они разрабатывают методику восстановления речи, методического сопровождения таких больных. Статьи преподавателей Института филологии межкультурной коммуникации имени Льва Толстого очень востребованы. Все это дает возможность публиковаться в более престижных и значимых журналах. Мы становимся узнаваемыми в этой области. И это, естественно, во-первых, влияет на рост академической репутации, а это основа рейтинга, 80%. Ну, на репутацию работодателей в определенной степени. Здесь больше зависит от качества образования, но в этом направлении тоже мы серьезную работу ведем. Это 10% и по 5% это цитирование на одну публикацию. И это индекс хирша наших публикаций в области лингвистики, в профильных журналах по лингвистике. В планах привлечения к исследованиям и преподаванию в Институте серьезных зарубежных ученых, а также дальнейшее продвижение в области международных научных ассоциаций. Мы очень-очень серьезно, сильно надеемся на то, что мы сумеем не только закрепиться в этих предметных рейтингах, но и двигаться в них дальше. Хотя каждый дальнейший шаг стоит все больших и больших усилий, Анна Глазунова, Леонард Авлетьяров, Универ Ньюс.